Привет дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить самую настоящую домашнюю ветчину. Эта ветчина получается очень вкусная. По-настоящему пахнет ветчиной. Я добавляю туда всего лишь один недорогой секретный ингредиент, о котором вам не скажет больше никто. И ваша колбаса получается точно такая же, как в магазине. Точнее ветчина. Посмотрите, какая она сочная и красивая. Держит форму. Мясо держится друг дружке и не распадается. Получается очень-очень вкусно. Для этого нам понадобится красивый какой-нибудь кусок мяса. У меня это свинина. По-моему тазобедренная часть. Можно взять и лопатку, вырезку, неважно. Режем ее на длинненькие полосочки, где-то в палец толщиной. И затем острым краем ножа мы отбиваем мясо. Мы его не рубим, мы его как бы отбиваем и слегка надсекаем. Я сейчас покажу, что я имею в виду. Сейчас поближе. Посмотрите. На мясе есть такие вот как прожилочки. Мы его надсекаем. Оно слегка вот таким вот становится рыхловатым. Это поможет нашему мясу друг с дружкой хорошо держаться. Оно будет зацепаться друг за дружку. Также это будет втягивать как бы специи сильнее. И наше мясо получится еще вкуснее только от этого. Мы будем добавлять сюда еще по рецепту воду. Она будет впитываться лучше, если вы делаете вот таких вот много-много насечек. Буквально по 5 минут нужно порубить еще вот так вот мясо. Оно вот такое вот рыхленькое должно остаться. Я в магазине для колбасоварения купила нитритную соль. Она убивает разные патогенные микроорганизмы, из-за которых ботулизм появляется. И также она сохраняет цвет мяса. Мясо останется слегка розоватым. То есть оно не побелеет, как если просто вареное мясо. Но это не обязательно. Вы можете использовать и обычную соль, если вы эту колбасу съедите в течение пары дней. Мы эту колбасу не будем подогревать выше температуры 100 градусов. Поэтому нам очень хорошо, чтобы эта соль добавлялась в состав. Она недорогая. Ее цена буквально 30 гривен за полкилограмма. И я думаю, что вы сможете найти ее у вас в городе. Интернет-магазин вам помощь. После соли мы добавили и обычную соль сюда же. Потому что у нас идет смеси 10 грамм такой, 10 такой соли. Добавляем специи и постепенно мы вводим в воду. По чуть-чуть добавляем, перемешиваем. И полностью вся вода у нас впитывается в мясо. Посмотрите, над ней не должно остаться вообще воды. Вся вода у нас впитывается в мясо полностью. И все сухенько, ничего там нет. Теперь я отрезала нужное количество по длине мне от рукава для запекания. Отрезала от него шовчик. И сейчас в этот рукав я буду заворачивать колбасу. Выкладываю в длину полосочки мяса. По толщине просто ориентируюсь такой, какой я хочу получить размер колбасы. Точнее ветчины. И выкладываю. У меня получилось 2 небольших колбаски из килограмма. Заматываем в рукав. Утрамбовываем ручками слегка. Для того, чтобы удалился лишний воздух и уплотнилась наша колбаса. Затем прокатываем. Запечатываем как бы как конфету. Прокручиваем. Тем самым еще лучше уплотняется колбаса и выгоняется лишний воздух. Теперь я буду заматывать еще в такую ниточку. Просто плотная нить, которая не плавится при термообработке. С другой стороны зацепила прищепкой, чтобы не раскручивалась. И теперь мотаю как обычный мясной рулет. Здесь ничего сложного нету. Посмотрите за руками. Просто делаю петельку, оборачиваю вокруг и поддеваю под низ под петельку. И подтягиваю слегка, чтобы затянуть. И вот таких вот я делаю несколько оборотов. Для того, чтобы наша ветчина, так сказать, была в форме. В самом конце просто завязываете на последнем хвостике. Узелочек и вот такая вот красивая колбаска у нас получается. Посмотрите. Отрезаем лишние края. Они нам не понадобятся. И сейчас нашу ветчину нужно замотать в пленку. Обычную пищевую пленку заматываем плотненько. Так как мы эту колбасу будем варить. И нам нужно, чтобы туда не попадала лишняя влага. Чтобы колбаса была в собственном соку. Мы будем подвергать ее небольшой термообработке. Смотрите, чтобы нигде у вас не было места, куда у вас протечет вода. Посмотрите, вот такой вот ровненький колобочек у меня получился. Колбасный. Отправляю свои две колбаски в кастрюлю. Заливаю холодной водой. Обязательно вода холодная. И нам нужно будет отправлять на плиту. Также нам понадобится еще кастрюля большего размера. Для того, чтобы мы могли поставить на водяную, либо на паровую баню. У меня есть вот такой градусник. Но думаю, что все уже за время карантина обзавелись еще вот такими электронными градусниками. Которые еще удобней. Мы будем измерять температуру. Для начала доводим до температуры 65 градусов вот таким вот образом. Затем ставим на водяную баню, на самый маленький огонь, на самую маленькую конфорку. И поддерживаем температуру 65-70 градусов. Это буквально идет вот небольшой пар. Но вода ни в коем случае не должна закипеть, иначе мясо у вас получится жестковатым. Такая себе технология в су-вид в домашних условиях. Обязательно поддерживайте эту температуру. Поддерживайте ее в течение 3-х часов. Затем просто достаете и остужаете. Посмотрите, какая красота у вас получается. По факту ничего сложного. Можно варить хоть сразу 5 штук. Даже заморозить ее потом можно. И теперь можно сразу делать вкусные, красивенные бутербродики. Посмотрите, какая красота на заднем фоне. Это будет просто бутербродик с авокадо. Делается все очень просто. 3 часа, за которые вам нужно подойти буквально несколько раз по мере температуры воды. А получается очень-очень вкусная вот такая домашняя ветчина. Обязательно пробуйте, ставьте пальцы вверх. Старалась для вас. И с наступающими вас. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok